на библейский портал экзегет пришел вопрос зачем богу хвала хороший вопрос действительно не очень понятно зачем всесовершенному всеблагому и вседовольному я привожу эпитеты которые относятся к самому господу в катехизисе зачем ему наша хвала она ничего не прибавит и ничего не убавит ему конечно с одной стороны не нужна наша хвала но с другой стороны мы должны помнить и знать о том что человек создан богом не просто так у него есть цель у него есть задача и одна из этих целей и задач человеческих это надо прекрасно помнить течение всей своей жизни является прославление бога так в катехизисе метаполита филарета и указано что бог сотворил человека на тот конец дабы он воздавал ему хвалу посмотрите как исполняют этот завет праведники ветхозаветные праведники например возьмем псалтирь вот те хвалитные стихи раны хвалитных хвалите бога святых его хвалите бога в утверждении силы его которые заимствуются из псалмов которые на каждом всеночном бдении мы видим и слышим как поются мы хвалим бога это наша обязанность и помимо того что это наша обязанность это еще и наша природа если мы не хвалим бога мы отступаем от своей природы отступление от природы никому еще не проходит бесследно ни у кого это всегда сопряжено с тем что наша природа человеческая предназначенная для хвалы оказывается в каком-то болезненном состоянии от чего происходят наши трудности от чего происходят болезни и душевные и телесные от того что мы отступаем от нее от того что мы извращаем эту нашу природу и вот одним из извращений нашей природы человеческой является отсутствие хвалы богу это нужно не богу это нужно нам мы должны бога хвалить для того чтобы быть здравыми здравыми телесно и душевно так что хвалить бога обязательно нужно вопрос в том в чем состоит это хвала конечно мы можем вспомнить вот те хвалительные псалмы которые мы слышим во время богослужения радоваться и хвалить богу прославлять его но этого недостаточно мы должны хвалить бога и в душах своих и в телах своих мы должны беречь свое тело беречь в том библейском смысле этого слова в котором об этом говорится в священном писании беречь от блуда например беречь от злоупотреблений и спиртными напитками и любими любыми другими средствами которые видоизменяют наше сознание мы должны заботиться об этом теле так как господь предписал адаму и еве заботиться о рае вот этот внешнее тело человеческая природа она следует за заботой человека о своем теле в том числе поэтому будем мы заботиться о себе и будем хвалить бога в соответствии с той задачей которую поставил перед нами бог и будет и природа расцветать не будем хвалить бога мы увидим то что мы собственно говоря сейчас и видим изменение климата это же не просто так происходит это происходит просто потому что человек перестал хвалить бога и природа перестала ему следовать она тоже начинает болеть она тоже начинает страдать и мы знаем что когда исчезнет вера на земле тогда исчезнет собственно говоря и сама земля земля и все дела на ней сгорят говорит священное писание вот следствие нашего отречения от нашей задачи а наша задача это хвала богу так что хвалить бога надо хвалить разнообразным образом и в телах и в душах своих и в словах и в поступках и во всем том что только мы можем сделать для того чтобы воздать слава богу в первую очередь конечно это благодарение или евхаристия переводе на греческий язык служба благодарения это божественная литургия на которую нам заповедано приходить каждый воскресный день причащаться по возможности воздавать слава богу благодарить его и в этом благодарение евхаристии находить радость и сохранять и себя и мир вокруг внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео